В это трудно поверить, но еще недавно Швейцария была такой бедной страной, что многие просто предпочитали уехать из нее. В поисках лучшей жизни они направлялись в Россию, США, Германию, Аргентину и даже в далекую Австралию. Сегодня все поменялось. Швейцария стала промышленно развитой страной с частным сектором экономики, который способен производить не только часы с кукушкой, но и современные станки, оборудование и даже роботов. Как история Швейцарии влияет на ее настоящее? Каковы особенности и как работает современный швейцарский рынок труда и заработной платы? И каким могло бы быть его будущее? Давно миновали времена, когда типичный швейцарист был фермером или пастухом в горах. Процесс индустриализации в 19 веке сделал Швейцарию страной текстильных машин. Столицей текстильной индустрии стал город Сангален. Чуть позже в Швейцарии стремительно начала развиваться нефтехимия. Новые заводы нуждались в энергии. Ее источником стал для начала пар. Это стимулировало развитие энергетического машиностроения. Новый бизнес нуждался в капитале. Поэтому с середины 19 века в стране стали развиваться банки. Позже Швейцария стала мировым финансовым центром. И тем не менее, несмотря на промышленный бум, страна не могла обеспечить работы всех желающих. Жители, прежде всего бедных горных регионов, уезжали в эмиграцию как в Европу, так и за океан. Ситуация начала меняться только после Второй мировой войны, не затронувшей нейтральную Швейцарию. Ее экономика не была разрушена под бомбами. Швейцарии удалось сохранить потенциал, накопленный за предыдущие десятилетия. У нее была сильная экономика, инфляция была низкой, не было бюджетного долга и царила почти полная занятость. Однако сильный швейцарский франк, валюта, ставшая символом процветания и стабильности, скоро стал и основным недостатком. Чем сильнее был франк в отношении к евро, тем менее конкурентоспособной была швейцарская продукция на внешнем рынке. Возникла угроза безработицы. ЦБ Швейцарии, особенно в период пандемии, старался не допустить удорожания швейцарского франка. С другой стороны, истинной причиной процветания Швейцарии являются не мешки с золотом, но способность придумывать инновационную продукцию. Речь в данном случае идет как о часах о шоколаде, так и о невиданных ранее лекарствах. В мире швейцарцы имеют репутацию спокойных и упрямых людей. Основой экономики страны являются малые и мельчайшие компании со средним числом сотрудников не более 250 человек. Такие компании составляют в стране 99% от всех коммерческих фирм. Они обеспечивают две трети всех рабочих мест в стране. В 2017 году на них работало более 3 миллионов человек, при общей численности работающего населения в 5 миллионов человек. В глобальном бизнес-рейтинге 2018 года Швейцария занимала второе место сразу после США. В Швейцарии расположены штаб-квартиры многих транснациональных корпораций и международных организаций. Они составляют 5% от общего числа всех зарегистрированных фирм. Еще 20 лет назад каждая вторая ТНК, желающая сесть в Европе, выбирала для себя Швейцарию. Сегодня ситуация поменялась. Другие страны также стали не менее привлекательными для международных компаний. В мае 2019 года народ Швейцарии одобрил новый порядок налогообложений иностранных фирм, лишив их особых налоговых привилегий, посчитав, что в будущем международный бизнес будет выбирать Швейцарию из-за ее стабильности, образованных кадров и идеальной инфраструктуры, включая высокие качества и уровень жизни, а не из-за налогов. И если люди будут ехать сюда, то в первую очередь из-за высоких зарплат. Средняя месячная зарплата грязными в Швейцарии составляет 6500 франков. Примерно 10% работников получают в стране до 11400 франков в месяц. Самыми высокооплачиваемыми являются профессии в области информатики и сферы услуг. Хуже всего получают работники розничной торговли и гостиниц. Существуют и региональные различия. Работники в кантоне Кичино на юге страны получают меньше тех, кто работает и живет в Цюрихе на севере. Однако не забудем, стоимость жизни в Швейцарии также очень высока. Одиночка, получающая меньше 2259 франков в месяц, или семья из четырех человек, имеющая в своем распоряжении менее 3990 франков в месяц, считаются бедными. Рабочая неделя может длиться в Швейцарии до 50 часов. Каждый работник имеет право на 4 недели оплачиваемого отпуска в год. Добавим еще 9 общенациональных выходных и праздничных дней. Женщины имеют право на 2 недели отпуска по уходу за новорожденным. В 2020 году на референдуме швейцарцы ввели двухнедельный отпуск и для молодых отцов. В 2019 году безработица в Швейцарии составила 4,58%, однако пандемия привела в 2020 году к росту этого показателя. С целью избежать массовых увольнений, Швейцария ввела в 2020 году режим укороченных рабочего дня и рабочей недели. Сокращение заработной платы компенсировалось выплатами за счет фондов страхования от безработицы, выплачивать взносы в которые обязан каждый, кто работает в Швейцарии. Такая система создана на случай форс-мажорных обстоятельств, и она помогает поддерживать тех, кто временно потерял рабочее место. Система обеспечивает на время безработицы получение от 70 до 80% последнего заработка, хотя и на ограниченное время. Страховка оплачивает также повышение квалификации и переобучение. В Швейцарии мужчины пока остаются основными кормильцами. Примерно 40% от всех работающих трудится неполный день, и три четверти таких работников – это женщины. Женщины также в среднем получают на 12% меньше мужчин. Им сложнее совмещать карьеру и семейную жизнь. Эксперты говорят, что на 40% эту разницу можно объяснить объективными факторами, такими как разница в квалификации. С недавних пор компании с числом работников от 100 человек обязаны отчитываться о мерах по преодолению гендерного разрыва в доходах. Иностранцы составляют треть от общего числа работающего населения страны. Без их вклада Швейцария не стала бы такой процветающей и богатой. Рынок труда в стране частично регулируется соглашением между Швейцарией и ЕС о свободе трудоустройства и перемещения. Граждане ЕС и ЕАСТ могут свободно искать в Швейцарии работу. Для постсоветских республик рынок труда Швейцарии закрыт. Иностранцы часто работают за очень небольшие деньги на стройках или на полях. Но многие из них получают очень неплохо. Врачи, например, IT-специалисты. Пятая часть работающих в Швейцарии иностранцев принадлежит к числу трансграничных маятниковых мигрантов, будучи немцами, французами или австрийцами. С января 2020 года претенденты на рабочий вид на жительство в стране должны подтвердить владение одним из трех официальных языков. Устойчивость швейцарской экономики обусловлена еще и престижем и развитостью системы профтехобразования. Две трети выпускников школ страны идут учиться в ПТУ, техникумы и колледжи, получая среднее специальное образование. Это дает им возможность встать на ноги уже очень рано, а при желании учиться и дальше. В итоге Швейцария отличается рекордно низким уровнем молодежной безработицы. Международная организация труда, МОД, предупреждает, что рынок будущего будет находиться под все большим влиянием перехода на новый промышленный уклад, называемый цифровая экономика 4.0. Автоматизация и цифровизация будут вытеснять привычные виды занятости. Огромное значение приобретут технологии на основе искусственного интеллекта, а также роботизированные технологии. Вряд ли роботы в ближайшее время смогут претендовать на человеческие условия труда, но принять участие в утреннем кофепитии – это пожалуйста.